Тише, малыш, но разве он не прекрасен? Уру, он идеален. Идеален? Ахади, ему ведь всего четыре дня. Знаю. Он все равно идеален. Конечно. Вот бы и твой отец видел его. Я уверен, он здесь, мама. И он наблюдает за нами. Он точно гордит с нами, Ахади. Прошу прощения, Ваше Величество. Я пыталась остановить ее, но она настояла. Король Ахади и королеву Уру, не нужно с вами поговорить. Эх, но почему меня никто не слушает? Кто ты? Мое имя Чока. Простите за вмешательство в Ваше Величество, но я пришла к вам с очным делом. В чем дело? Наш прайдер в Северной пустыне страдает от засухи и голода. Там не осталось ни пищи, ни воды. Ничего. Наш король Уха Афании просит разрешения на то, чтобы остаться здесь и охотиться, пока наш дом не восстановится. Хорошо, Ваше Величество. У нашей королевы дети, и королеву болен. Мы все голодаем. У нас нет надежды. Королеву Уха Афании был другом моего отца. Конечно, его прайд может остаться. Я позову Рафики, если кому-то понадобится помощь. Пришел конец вашим страданиям. Спасибо, спасибо вам. Эм, я стою благодарен Настичака. Помочь вам мой долг. Мы в долгу у вас, король Ахадди. Урок, куда ты так рано? Нам еще прайд Хафани. Мама проследит за Мафасой. Он уже позавтракал. Возвращай скорее. Ладно. Приветствую. Как вы? Нам лучше. Спасибо вам за это. Рад видеть, что вы в порядке, король Ахадди. Ахадди многое о вас рассказал. Спасибо, Уру. Мне не стоит кланяться перед вами. Если бы не со стороны Ахадди, моему прайду сейчас было бы худо. И спасибо, Рафики. Помощь была очень, кстати. Отлично. А как вы королева Ботини? Прекрасно. Спасибо. Моему детюну, что долго времени не хватало пищи. Думаю, ребята, Нуру и мои сестры родятся одновременно. Нуру. Она из вашего прайда? Ну, почти. Ее супруг Масвена-одиночка завоевал ее сердце и... Ну, посетила ее из нашего прайда. Теперь у них своя жизнь. Нуру. Патрулировать земля прайда. Похоже, это придется делать мне. Но королева Уру, как же ваш малыш? И ненадолго. К тому же я знаю, у моего маленького принца синые лапки. К слову, следующим автором будет церемония презентации моего сына. Почту за честь, если вы придете. Мы придем. Это меньше, чем мы можем отплатить вам. Увидимся. Надо делать это почаще. Недолго побыть в одиночестве. Мне не повредит. Я собственными глазами вижу, что происходит из землях великих. Зозу не может переделать ее все дело за раз. Лучше вернуться сейчас. Скоро наступит жара. Прокормить Мафаса. Что это? Ах, ади. Что он здесь делает? Что ж, если он решил нянчиться со мной, то зря он так. Постойте-ка. Это не о охоте. Должно быть и нарушитель. Или Масвен, как говорила Чака. Ведь он у водопоя. Есть один способ узнать, друг она или враг. Кто ты такой? Ах! Ах! Стой, пожалуйста. Поднимись. Прошу, простите меня. Это просто защитная реакция. Я думал, вы. Ты кто такой? Меня зовут Эрехэма. Что ты делаешь в великих землях? Ты, кажется, не из Прайда, Хафани. Разумеется. Я одиночка. Так что нужно тебе. В прошлом году мой брат изгнал меня из Прайда после смерти отца. С тех пор я бродил под землем. Последние несколько месяцев дела совсем плохи. Ох, да любой это увидит. Хе-хе-хе. И прям. Хотя так о положении дела не повлияло на ваши рефлексы. Ах, да примите мои искренние извинения. Как видно, есть джунгли. Наши Прайда рефлексы весьма утонченные. Что ж, Эрехэма, думаю, ты можешь остаться здесь до тех пор, пока не наберешься сил. И кто же? Позвольте спросить, вы есть, чтобы отдать мне разрешение. Неужто друг короля? На самом деле я очень близкий его друг и лучшая охотница. Серьезно? Ага. Если не будете поддаваться на глаза Прайду, королю и птицам Мажора Дому, все будет в порядке. К слову, держитесь подальше от престола. У вас довольно высокие шансы попасться, как видите. Запомню. О, и еще кое-что. Если вас поймают, я в жизни вас не видел. И это тоже. Блестяще. Удачи, Эрехэма. Постойте. Я так и не спросил вашего имени. Я... Раз вы сказали мне свое, видимо, будем в расчете. Я уру. Хоть и я и не рассчитываю, что мы скоро увидимся. Разумеется. Да ищите уру. Хм... Не каждый день такое происходит. Какой странный одиночка. Интересно, с опадений при том, что он появился вместе с Прайдом Хафани. Тем не менее, надеюсь, у него хватит ума держаться подальше от престола. Может, зря я его отпустила, не подумал. Зачем? Я практически пообещала ему, что никому не скажу. Может, стоит рассказать о Хаде, только если Рехама. Пусть он и один, но все равно опасен. Что если охотницы наткнутся на него или кто-нибудь из Прайда Хафани? Или Муфаса? Уру, ты вернулась? Где ты была? Мы скучали. Не так уж долго меня не было. Да, но Муфаса уже начал беспокоиться. Не беспокойся, Муфаса. Мама рядом. Бабуна, мама? Похоже, ему нравится, когда ты его держишь. Так не будет вечно. Наверное, ему интересно, где я была. Слава, где Прайд? О, Аня отдыхает в тени у водопоя. Где ты была? Просто по костилу Прайда Хафани. Было что-нибудь веселее, веселое. Ну, королева Ботини и Нору, одна львица из их Прайда, скоро будут не теныши. Я пригласила их Прайда на завтрашнюю презентацию Муфаса. Оу, весело, но я имел в виду не это. Ну, Уру, тебя что-то беспокоит? Нет, ничего, абсолютно ничего не произошло. Тишина и покой подкрепили меня. Рад слышать. Ахади, если ты не против, мне хотелось бы прогуляться с Муфасой до водопоя. Отличная идея с вами. Я имел в виду без тебя. Что? И сказала, хорошо будет поведать про это с Хафани вместе с тобой. Так, чего же мы ждем? Может, присоединиться, Хафани? Не спрашивайте разрешения о Хаде. В конце концов, мы в большом долгу перед вами. Будет достаточно, если придете на церемонию представления Муфасы. А разве он не королевской лицом? Еще бы! Он прелесть! Как думаешь, Масвен? Мы ни за что не пропустим церемонию. Он милый, Нору. Мой маленький принц. Тарф Фат